Всем привет, я Мила, и сегодня я покажу вам новый релиз от российского инди-бренда Scale Lacquer. Новая коллекция была вдохновлена аниме под названием Атака Титанов. Это одно из моих любимых произведений. В этой коллекции целых 11 лаков. Давайте на них посмотрим. Первый лак называется Tatakae, что с японского означает Борись. Это тиловое желе с бирюзовым, бирюзово-голубым и бирюзово-фиолетовым шиммером Аврора. Лак вдохновлен Эреном Йегером. Он ну очень яркий и насыщенный. Этот цвет очень сложный для камеры. На него нужно смотреть вживую, потому что камера просто не знает такого цвета. Но он безумно красивый. Он практически как зеленка на максималках, но только еще блестит и сверкает. Цвет невероятный, и под наклоном он еще шифтит в синий. Довольно активно и заметно. По финишу он похож на металлик, но это не металлик. Напоминает мой любимый лак Ashwinder's Eggs. Наносится он идеально, равномерно, не плешивит, не полосит. Первый слой прозрачный, но второй хорошо перекрыл ногтевую пластину. Возможно немного просвечивает, но меня это не смущает. Так что можно обойтись двумя плотными слоями. Этот лак быстро сохнет и финиш у него гладкий. Родной глянец тоже неплохой. На мне два слоя плюс топ. Второй лак называется Shiganshina District. И это бронзово-золотой шиммер Аврора, красно-оранжевый мультихромный пигмент, мелкая гола, красно-оранжевая мультихромная слюда и черно-красная слюда в прозрачной базе. Этот лак вдохновлен городом Shiganshina, или в моей озвучке Shiganshina, на юге стены Мария. Это довольно необычный лак и очень эффектный. Действительно такой бронзово-золотой. То есть под прямым светом он более оранжевый, а под наклоном это прям золото. Он довольно активно переливается из бронзового в золотой. У этого лака прозрачная база, поэтому первый слой будет, конечно же, просвечивать. Но начинки в нем много, и она перекроет с собой ногтевую пластину на втором слое. Слюда здесь очень мелкая, в основном оранжевая, но шифтит в золото и даже немного в зеленый. Она не топорщится и даже практически сливается с базой и создает как бы единое полотно с шиммером. Прям не торчит отдельно, а является частью покрытия. Наносится этот лак хорошо и быстро сохнет. А под ярким светом в нем еще горит голография. Не супер яркая, но красиво подсвечивает лак. Финиш у лака почти гладкий. На мне два слоя плюс топ. Третий лак называется To You in 2000 Years. И это бирюзово-голубой шиммер Аврора, сине-голубая и сине-бирюзовая слюда Аврора в прозрачной базе. Этот лак вдохновлен тем, как все началось, матерью всех титанов. Для меня, наверное, самый красивый лак из всей коллекции. В нем, ну, очень яркая слюда. Хоть она и как будто пастельная, плюс база у лака прозрачная. И нет под этой слюдой ничего, чтобы усиливало ее цвет. При этом она очень переливчатая. Очень легко меняет цвет из зеленого или бирюзового в более синий. А иногда она становится яркой розовой. Еще и шиммер переливается. Это безумно красиво. При этом слюда очень тонкая, гладкая. Не топорщится и не мешает нанесению. Одна даже слюдинка здесь попалась такая, более плотная, зеркальная. Слюды попадает на ноготь много. Но, конечно, из-за прозрачной базы ноготь просвечивает сильно. Но переливы слюды отвлекают от просветов. Поэтому я остановилась на двух слоях. Лучше всего этот лак смотрится в дневном рассеянном свете. Он становится очень ярким. И видно каждую слюдинку. Финишу лак слегка шершавый и сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак называется Forest on Giant Trees. Это красно-черно-зеленая, зелено-золотая и изумрудно-фиолетовая мультихромная слюда. И черно-красная слюда в прозрачной базе. Этот лак вдохновлен аркой лес гигантских деревьев и женской особью. Еще один довольно необычный лак, состоящий полностью из мельчайшей и чуть более крупной слюды. Слюды здесь очень много. При нанесении она может смахиваться кистью на первом слое. Поэтому лучше не набирать много лака на кисть. И опять же, так как база прозрачная, может потребоваться три слоя при нанесении тонкими слоями. Но мне было достаточно двух более-менее плотных. В этом лаке очень яркая зеленая слюда. Она прям горит и очень красиво выделяется на темном фоне. Также видно желтый и фиолетовые оттенки. Сам же фон у слюды темный, а под наклоном становится более красным. А также видно голубые слюдинки. Лак такой, драматично праздничный. Вроде темный, но при этом в нем фейерверк из разных цветов слюды. Финиш у него, кстати, почти гладкий. Сохнет лак быстро. На мне два слоя плюс топ. Пятый лак называется Titans Really Are Incredible. Это болотное крыле с бронзово-золотым и оранжево-розово-зеленым шиммером Аврора. Вдохновлен Ханжи Зоя. Этот лак на первом слое немного жидковат, не очень плотный и не перекрывает ноготь. А на втором слое ложится хорошо. В принципе, полностью перекрывает ногтевую пластину, но некоторые места все равно могут просвечивать. Со своей длиной я оставила два слоя, потому что в целом покрытие было достаточно плотным. Лак очень теплый и переливчатый. Под направленным светом в нем горит бронзово-золотой шиммер, ярким огненным пятном, а также появляются розовые вкрапления слюды. При этом по бокам ногтя лак насыщенный теплый зеленый, как и под наклоном к свету, а также может отливать золотым. Шиммер мелкий и гладкий, не топорщится. И лак тоже гладкий, с неплохим родным глянцем. Ему больше идет рассеянный свет. Мне кажется, такая цветовая гамма очень точно отражает сцену, которой вдохновлен этот лак. Сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Далее лак под названием Other Side of the Sea. Это тиловое желе с бирюзово-фиолетовым и сине-фиолетовым шиммером Аврора. Он вдохновлен морем, этим огромным, почти бескрайним озером, уходящим за горизонт. Еще один волшебный лак, чей цвет сложно уловить на камеру. Он очень красивый, шиммерный и похож своей текстурой на первый лак. И даже на первом слое он более тиловый, но со вторым слоем он становится очень насыщенным голубым. Цвета морской воды. Этот оттенок, ну, очень красивый. На него тоже лучше посмотреть вживую. Под ярким светом в нем мерцают бирюзовые искорки. Лак довольно пигментированный, наносится хорошо и легко, и ложится довольно равномерно с первого слоя. Для полного перекрытия ногтевой пластины мне понадобилось два слоя. Родной финиш тоже имеет неплохой глянец. Сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак называется Choice with no regrets. Это тиловая с серым подтоном криле с оранжево-золотым шиммером Аврора, серебряный слюдой Аврора и красно-оранжевый мультихромный слюдой. Этот лак вдохновлен сильнейшим бойцом человечества, капитаном Леви, моим любимым персонажем. Лак эффектный. Крупная броская слюда, она не теряется в базе, ее хорошо видно, красную и серебряную. Но она не тонкая и ощущается в нанесении, особенно у кутикулы и на первом слое. Поэтому лучше наносить его аккуратно и легкими касаниями. Со вторым же слоем, как правило, проблем не бывает. И результат того стоит. Выглядит маникюр потрясающе. Оттенок базы у него такой драматичный, темный, но очень красивый. Немного пыльный и не уходит в черноту. На свету в лаке загорается оранжево-золотой шиммер. Несмотря на толщину слюды, финиш у лака не сильно шершавый и слюда не топорщится. Сохнет лак быстро. На мне два слоя плюс топ. Далее лак под названием You Are Free. Это фиолетово-голубой шиммер Аврора, сине-фиолетовая и бирюзовая слюда Аврора и светоотражающий глиттер в прозрачной базе. Этот лак вдохновлен сценой переговоров с Эреном из финального сезона. Максимально воздушный лак, так как и шиммер, и слюда здесь Аврора. То есть очень нежные, прозрачные, такие волшебные. То появляются на ногтях, то исчезают в зависимости от освещения. Лучше всего их видно, конечно, в рассеянном свете. Этот лак безумно красиво ловит на себе свет. Шиммер у него восхитительного фиолетово-голубого оттенка. Постоянно переливается. Слюду в основном видно бирюзовую, а на свету подсвечивается и сине-фиолетовая в цвет шиммера. База у лака прозрачная, но двух слоев начинки мне хватило для перекрытия свободного края. Ложится лак без проблем, слюда не мешает в нанесении. Отражайка, конечно, придает лаку шершавый финиш, но она невероятно красиво сверкает под цветом вспышки, как россыпь бриллиантов. Очень искристый и блестящий получается лак. Сохнет он быстро. На мне два слоя плюс топ. Следующий лак называется The Devils of Paradis. И это темное сине-зеленое желе с сине-зелено-золотым шиммером Аврора. Вдохновлен лак дьяволами острова Парадис. Это очень красивый лак, постоянно меняющий свой оттенок. Под прямым светом светится золотой шиммер, и лак выглядит теплым-зеленым. Под наклоном он шифтит в зеленый, тил и даже синий. Яркий и красивый. Поэтому однозначно сказать, теплый этот лак или холодный, сложно. В нем еще и искорки разноцветные под ярким светом играют. Очень эффектный, насыщенный оттенок. Наносится он очень хорошо, послушный, ложится равномерно, не течет, не полосит. И для полного перекрытия свободного края ему нужно два слоя. Финиш у него гладкий и сохнет лак быстро. На мне два слоя плюс топ. И последний лак основной коллекции называется The Rumbling. Это бордовое желе с оранжево-золотым и розово-оранжевым шиммером Аврора. Он вдохновлен гулом земли. Это классный насыщенный красный цвет. У него холодная база, подсвечивающаяся горящим розовым шиммером. Но при этом шиммер может переливаться в оранжевый и делать оттенок теплее и более огненным. Он очень насыщенный, плотный, пигментированный. При этом не пачкает кожу при снятии. Наносится он отлично. Почти полностью перекрыл мне ногтевую пластину с одного слоя. А для полного перекрытия ему достаточно двух слоев. Ложится равномерно, не полосит, не плешивит. Текстура очень комфортная. Сохнет быстро и финиш гладкий. На мне два слоя плюс топ. В подарок при покупке на сумму от 6000 рублей без учета доставки можно будет получить лак с очень сложным названием из опенинга, который я не знаю как читается. Но в общем это красно-оранжево-золотая и сине-фиолетовая слюда Аврора с фиолетово-оранжевым шиммером Аврора в прозрачной базе. Этот лак максимально прозрачный и не перекрывает свободный край. Мне такое конечно сейчас не очень подходит, но знаю, что очень многим нравится такой финиш. При всем при этом в нем довольно яркий шиммер, фиолетовый под прямым светом и уходящий в красивый розовый оттенок под наклоном, а затем подсвечивается оранжево-золотым, когда загорается слюда. На этот лак тоже лучше всего смотреть в рассеянном дневном свете, потому что под прямым светом слюда прячется. И получается очень красивый эффект, когда на ногтях подсвечиваются то слюдинки, то шиммер. Как я уже сказала, лак не плотный, база прозрачная, а слюда в нем не сильно крупная, поэтому я нанесла лак в три слоя. При этом слюда не топорщится, она тонкая, гладкая и не мешает нанесению. Сохнет лак быстро. На мне три слоя плюс топ. Это все лаки, которые я хотела вам показать сегодня, но это не все для этого релиза, потому что там еще будет два мистери лака и один сэмпл, который буквально родился сегодня. На него можно посмотреть в официальном телеграм-канале Скейлов. Релиз получился довольно большой, и меня это радует, тем более вдохновлен он таким прекрасным произведением. Больше всего мне понравились лаки. Та такая и 2U in 2000 years, но и остальные тоже очень красивые. А какие лаки понравились вам? Пишите в комментариях, чтобы увидеть все свотчи на эти лаки. Заглядывайте в мой телеграм-канал, туда я также выкладываю новости из лакового мира и даже макияжи, так что подписывайтесь. Также не забывайте подписаться на этот канал, если еще этого не сделали, и поставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно. У меня на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!